Курская дуга Битва, которая переломила ход Великой Отечественной войны На земле тысячи орудий и танков А в небе непонятный летательный аппарат По виду напоминающий тарелку Эта информация засекречена до сих пор Очевидцы утверждают Дискообразный летательный аппарат Следил за ходом величайшего танкового сражения Второй мировой войны Но какой из сторон принадлежал таинственный диск? Или он был лишь наблюдателем Разведчиком инопланетного разума? Огромный объект, который завис над нейтральной полосой Перед началом Курской битвы Видели многие участники сражения Появление непонятного летательного аппарата Заставило поволноваться советское командование По окопам поползли слухи О новом секретном супероружии Гитлера Я могу сказать, что Всего лишь Один, по моим сведениям, дисколет И то опытный Взлетел И некоторое время висел Во время Курской битвы под Прохоровкой Есть свидетельство, что подобные НЛО появлялись в небе и во время Сталинградской битвы Их видели летчики За ними наблюдали очевидцы с земли Дискообразные предметы были замечены над Москвой Летающие диски и шары появлялись на северных фронтах Висело Дискообразное тело Какое-то время Потом оно куда-то исчезло Конечно, оно Не могло повлиять на Исход сражения Потому что там Тысячи были машины с той и с другой стороны Вот Одна машина Ну, может быть, она какую-то выполняла функцию Наглюдательную Исследователь Александр Кушелев не сомневается Все летающие тарелки, которые были замечены людьми Исключительно инопланетного происхождения Как выглядит НЛО, он видел собственными глазами И не просто в небе, а на земле На расстоянии нескольких сотен метров Ну, вот летающая тарелка, она оттуда прилетела И прямо села вот в этой зоне Вот То есть это было ночью, она прямо так По прямой линии и приземлилась Вот так вот Тарелка приземлилась на окраине поселка За странными существами, которые вышли Из летательного аппарата Кушелев наблюдал из-за кустов Пришельцы его не видели Зато Александр рассмотрел их Достаточно точно Пришельцы Взяли несколько проб грунта и воды А еще коры деревьев Оставшиеся срезы Александр Кушелев считает доказательством того, что инопланетяне посещали Землю Причем не однажды И каждый раз они проводили какие-то эксперименты Я сейчас стою вот под этим облученным деревом Вот это вот боковая ветка То есть само дерево оно спилено уже Видите, там пенек От него пошла расти боковая ветка, когда его облучили Вот на этом уровне Снова дерево было облучено И вот эта ветка засохла Видите, я ее рукой держу Вот Она осталась тоненькой А боковая ветка стала толстая Вот она пошла сюда И там ее снова облучили И вот так шесть раз То есть это дерево облучали с периодом 5-6 лет Около, значит, шести раз Таинственный НЛО Кружил над поселком еще много раз Наблюдая за полетами тарелки Кушелев сумел разгадать источник инопланетной энергии Он назвал свое открытие Двигатель на рубиновом генераторе В нем энергетические потоки образуют свастику Вообще говоря, свастика – это источник энергии То есть мне известно более 3000 разновидностей свастики разных стилей То есть есть свастика романского стиля, готического, ренессанса и так далее Вот Есть фрактальные свастики Все они отличаются параметрами То есть принцип один и тот же То есть симметрично расположенные элементы Которые позволяют преобразовать внутреннюю энергию радиоэфира В электромагнитные колебания Дальше эти электромагнитные колебания Можно превратить, например, в поступательные движения С помощью двигателя шеврона Или там, скажем, креста Свастика – священный знак древних народов И Востока, и Запада И прежде всего, обитателей страны Ариев Адольф Гитлер решил воспользоваться магией этого чудесного знака в государственном масштабе Он объявил немцев потомками Ариев А свастику – официальным символом нацизма Неужели тарелки – дело рук человеческих? Такую версию весьма активно поддерживают некоторые исследователи Вообще, случаев боевого применения не было Но экспериментальные образцы, экспериментальные полеты были у немцев Они использовали тот же самый Врил Значит, они же делали несколько моделей Врила Там было 4 или 5 моделей Врила А потом они уже отрабатывали Если есть энергетика и позволяющая переместить хотя бы на 100 километров объект То в этом случае надо только всего лишь подумать Как бы создать бомбовую подвеску А если это управляемый, то это очень легко делать Но каким образом немцы могли получить эти знания? И при чем тут свастика? Известно, что свастика – сакральный символ вечного круговорота Вселенной Она символизирует высший небесный закон Которому подвластно все сущее Этот огненный знак исследователи связывают с внеземными цивилизациями На изображениях древних народов свастику несут с собой боги Которые спустились на землю на странных летательных аппаратах Есть всякие такие индийские эпосы, Махабхарата и так далее Которые говорят о виманах О летательных аппаратах, на которых спускались на землю Человека-боги Они очень много хорошего там делали Но главное – летательный аппарат По виду, если сверху у него смотреть, он напоминает свастику Фашистский знак, как дети все говорят Загадочное племя ариев принесло в Индию учение о карме и язык санскрит Не исключено, что арии общались с внеземными цивилизациями Иначе откуда они могли знать, как выглядят летательные аппараты? Гитлер упорно стремился к древним знаниям, чтобы преодолеть время и пространство Этим объясняется его повышенное внимание к магии Адольф Гитлер даже являлся членом тайного оккультного общества Само название организации «Туле» происходит от мистической страны из древнегреческих легенд Это была столица древней Гипербореи, находившаяся на Дальнем Севере, рядом с Гренландией и Исландией Название этой организации получило по мистическому острову Туле Острову Блаженства, острову Яблок, на которых живут духи И никто не знал, где этот остров находится Хотя, в общем-то, предполагалось, что он находится где-то в Гипербореи В Холодном море И на этом острове есть, ну как сейчас модно выражаться у фантастов, портал, через который можно общаться с предками Или с богами, или еще там с кем Казалось, вся Германия в то время была пропитана духом эзотерических учений и потусторонних знаний Гитлер и его окружение были уверены, что мистические познания помогут им захватить мир Как это сделать, Гитлер понял совершенно случайно Адольф Гитлер, такая хрестематийная вещь Был простым эфрейтором, который пришел в австрийский музей археологии Увидел копье Лаенгина, копье судьбы Ему произошло некое такое открытие или прозрение Он понял, что он будет великим вождем нации, создаст Третий рейх и так далее, и так далее В 1918 году прозревший в музее Адольф Гитлер вступает в общество Туле Тогда же символом организации становится свастика, которая будет возведена на государственный уровень В свастике очень много значений Один из них это, ну вот солнцеборот, вращение, символ такого вот солнечного вращения Вот что из себя, по сути, представляет Кайлас? Это, по сути, ось мира Поиском сакральных знаний были всерьез увлечены и Гитлер, и Гиммлер Немцы искали возможность установления контактов с древнейшими цивилизациями Для этих целей в 1935 году был основан элитарный мистический орден Ананербе Именно этой организации предстояло найти родину арийцев Версий о ее местонахождении было две Одна – Тибет и Индия Согласно второй, искать следовало в Скандинавии Именно поэтому немцы и стали называть себя, как потомки ариев, нордической расой Руководитель Ананербе Герман Вирт даже заявил, что разгадка этой тайны лежит на дне моря Про родину арийцев – мифическая гиперборея, расположенная в Северной Атлантике Необходимо систематизировать изучение наследия предков То есть того, откуда рос дух нации германской И было организовано как раз это общество Ананербе, которое в переводе означает «наследие предков» Занималось оно много всем и много чего разного И, в общем-то, основная их мысль была – это величие белокурых бестий Величие арийской нации Но Ананербе создавалась не только для изучения древнегерманской истории Не зря за ее тайнами до сих пор охотятся спецслужбы Ананербе – единственная в истории организация, которая изучала магию и мистику на государственном уровне И на государственные деньги И добилась колоссальных успехов С 1939 года организация Ананербе вошла в штаб СС Где проходила под литером «Л» Латинское «Л» обозначает «живая вода» Это говорит о том, что основной стратегической задачей этой организации Являлся поиск живой и мертвой воды Работа с живой и мертвой водой Поиск сакральных мест И все эти знания должны были служить для того, чтобы в короткое время Третий рейх мог создать так называемое оружие возмездия В 1939 году Ананербе была организована экспедиция в Тибет Возглавил ее натуралист и биолог Эрнст Шеффер Поводом стал визит немецкой делегации Которую тибетское правительство пригласило для установления связей с Германией Истинной целью были поиски легендарной Шамбалы И изучение магических практик Не исключено, что в составе делегации был сам Адольф Гитлер Две недели велись переговоры Различные, так сказать, мистерии проводились Кинофотосъемки и прочее, прочее, прочее Создается впечатление, что в этот момент фюрер как раз, так сказать, пребывал на Кайласе Потому что хотел там построить бункер и бункер построили А все тайные бункеры фюрера он осматривал место строительства сам самолично Известно, что экспедиция пробыла в Тибете почти два месяца И посетила священное место Тибета Ярлинг Немецкие источники утверждали, что нацисты активно искали поддержки у учителей Шамбалы Хранителей паранормальных сил А Шефферу и его спутникам были доверены самые невероятные секреты Тибетские монахи активно работали с Германией Немцы здесь несколько упредили И вот в беседе с учеными, немецкими, работающими по этой тематике Уже в 1939 году мы знали, что немцы получили принципиальные схемы создания ядерного оружия Создание лучевого оружия, создание принципиально новых летательных аппаратов и так далее Следы немецких экспедиций на Шамбалу исследователи ищут и сегодня Александр Редько уверен, Гитлер тоже посещал Тибет вместе с группой Шеффера Еще во время той экспедиции специально для Гитлера в самом сердце Тибета были обустроены потайные бункеры В них фюрер и нашел приют сразу после поражения Германии Отыскать секретное убежище смогла группа исследователей под руководством Александра Редько Мы были в этом бункере, мы его нашли, нам, естественно, показали этот бункер Это очень интересное сооружение, которое называется Горати Джунг Некоторые называют его Малым Кайласом Она непосредственно примыкает к Кайласу и вот видно, что она, ну, явно искусственного происхождения, в отличие от самого Кайласа Значит, она стоит из двух таких блоков, массивных, каменных И сверху закрыта такой конической, совершенно ровной, снежной, якобы, шапочкой Редько считает, что в этих бункерах Гитлер жил вплоть до 1980 года Вероятно, что в этих тайных убежищах по приказу фюрера были организованы секретные лаборатории В бункере три этажа, три яруса Первый, видимо, использовался для хозяйственных целей и проживания На втором были штабные помещения и резиденция фюрера На третьем научно-исследовательские лаборатории Вот эта шапочка, это как раз, так сказать, исследовательский лабораторий В настоящее время там, естественно, так сказать, побывало уже много людей местного населения, которые об этом знают Но предметы амуниции немецкой мы там находили Но эти тайные разработки были не главной целью пребывания немцев в Тибете Они искали сердце Шамбалы, мистическое место, дающее безграничную власть над миром У них ассоциировалось понятие Шамбалы именно с возможностью получить такую безграничную власть И многие древние тексты, анализ их связывает Шамбалу с районом около Кайласа Но здесь сразу необходимо отметить, что это понятие Шамбалы очень многомерная вещь И одна из земных проекций Шамбалы действительно может быть в этом районе В том, что Шамбалу нужно искать именно на Кайласе, уверен и Александр Редько Вернее, вход в Шамбалу Скорее всего, этот портал и был главной целью немецких экспедиций в Тибет Шамбала – это небесная страна, а вот проекция ее на Землю как раз вот это Мандала Кайласа Более того, эта проекция обладает удивительными свойствами Она является как бы космическим порталом Ведь Земля, как живое существо, естественно, получает какие-то, так сказать, потоки энергоинформационные Из космоса, от Вселенной, от другого живого организма божественного Так вот, она получает их через портал Вход, выход, вот Мандала Кайласа является вот этим порталом Вход в Шамбалу Третий Рейх искал не только в Тибете, но и в легендарной стране Гиперборея Предполагается, что она находилась в районе Северного полюса Если мы будем вообще ориентироваться на исторические моменты, которые нам известны еще со школьницами То есть такая территория Гиперборея, которая считается прородиной человечества Оттуда вышли все, по большому счету, ремесла, искусства, науки Там жил счастливый народ, который, кстати, был оберегаем богами Но все забывали, что Гиперборея, по большому счету, слово-то греческое И с легкой руки греческих историков она как бы и пошла гулять по миру От тех же историков нам известна и печальная судьба Гипербореи Как и Атлантида, загадочная земля погибла в результате катастрофы и погребена под толщей воды Некоторые исследователи склонны искать следы арийской расы именно в Гипербореи Так называемая арийская раса, наша пятая раса, она возникла порядка 20-30 тысяч лет назад И возникла она в такой мистической стране, которая называлась Гиперборея Ну так ее теперь у нас называют Она расположилась где-то на севере, то есть в районе Кольский полуостров, Гренландия Вот где-то в этом, так сказать, вот если провести общую окружность, где-то там И потом, когда теснимая ледником она стала отступать, она разделилась на три колонны Три ветви цивилизации пошли Немецкие мистики считали, что гиперборейцы владели тайной расщепления атома Неизвестными источниками энергии и психотронным оружием Они были уверены, сведения об этом сохранились в закодированной форме Каменная книга, так называют сакральный памятник древних славян Именно она содержит тайные знания, открывающие входы в параллельные миры Каменную книгу иначе еще называют Голубиной или Лебединой Так вот, этот древнейший, сакральнейший символ Севера, который связан со страной Лебедией Он обозначается как каменная книга В просторечии мы знаем об этой каменной книге, ассоциируемой для нас как духовные стихи о Голубиной книге Так вот, каменная книга, если сказать в двух словах, это своеобразная мудрость всей Вселенной Начертанная определенными знаками на поверхности данного камня Чтобы получить полную власть над миром, необходимо соединить два магических символа мужского и женского начала Мужское копье судьбы, которым по легенде пронзили Христа, уже был в распоряжении Гитлера Женский символ чаша Грааля, согласно древним преданиям, находится в стране Лебедии Под покровительством космического женского начала Ключ к поискам чаши Грааля как раз и содержится в каменной книге По последним исследованиям русского географического общества Мы даже можем локализовать место, где находится данная каменная книга Или как некоторые эзотерики в настоящее время называют этот камень, Аллатырь камень А острова, острова Кузовского архипелага в Белом море ассоциируются с островом Буян Помимо каменной книги немцы искали еще и другой сакральный символ Чашу викингов Согласно легенде, чаша, намоленная скандинавскими колдунами, содержала в себе колоссальную магическую силу Это очень интересная легенда, много-много веков назад Об этом, кстати, знали в ННРБ, об этом знал Гитлер По крайней мере, я об этом читал, я скажу очень корректно Существует такая очень интересная легенда о золотой чаше викингов Которая в свое время находилась в Архангельской губернии Если верить этой информации, можно предположить, что специальные подразделения СС По заданию ННРБ должны были отыскать эту чашу в советском Беломорье Поэтому я думаю, что немцы сюда пришли не случайно Серьезных боевых действий на севере Карелии не велось Но тем не менее, немцы очень серьезно, настырно пытались заниматься изучением И воровством тех духовных, культурных, сакральных, эзотерических предметов нашего наследства Которое сохранялось на севере здесь у нас, в наших деревнях Так утверждают ученые, которые совершили экспедицию к таинственным артефактам русского севера Они определили, что эти древние строения старше египетских в два раза Кромлях – это круг, выложенный из камней, где проводились магические ритуалы На протяжении очень-очень длительного времени Так вот, самое интересное, что вот этот кромлях был выложен из черных рунических камней Специально приезжали определенные люди в штатском Которые именно конкретно изучали все эти вещи, опрашивали местное население Какие обряды здесь проводились и прочее, прочее, прочее До сих пор в этих местах нет ни одной православной церкви Исследователю Алексею Попову удалось найти то, что искали немцы в советской Карелии Вход в Гиперборею Путь к таинственному месту обозначен черными камнями с руническими письменами Они указывают на портал, как стрелка компаса По мнению Попова, вход в портал находится именно здесь, где мы сейчас стоим До сих пор это место притягивает к себе всякого рода аномальные явления Я не возьму на себя смелость сказать о том, что это есть некий портал Некий выход куда-то Но то, что это место совершенно отлично от других рядом находящихся мест В том, что оно совершенно абсолютно непонятно, необъяснимо То, что там в спокойный светлый день, как сейчас, могут появляться Самого разнообразного рода миражи То, что вы можете увидеть самого себя, как двойника, скажем так Или то, что на ваших глазах пропадают люди, с которыми вы находитесь Просто пропадают и через 2-3 секунды вновь появляются Выходит, этим объясняется повышенный интерес немецких военных К северным морским путям и советским полярным территориям Ведь еще до начала Второй мировой войны Нацисты любыми путями стремились попасть в Арктику В 1922 году Москва и Берлин подписывают договор о военно-техническом сотрудничестве Это было выгодно обеим сторонам Советский Союз находился в изоляции Германия ограничена Версальским договором Сотрудничество же предполагало обмен научными знаниями и обучение специалистов К середине 30-х взаимодействие достигло даже таких секретных организаций, как Ананербе и НКБД Первая экспедиция, которую они сделали совместно, это была в 1931 году Когда они на дирижабле Цепелин совершили перелет по Североморскому пути Где германская разведка задокументировала не только географию этой местности Но и составила точнейшие карты, лоции для работы в этих районах в будущем германских подводных лодок Во время перелета над Арктикой немецкие специалисты проводили аэрофотосъемки Их копии Советский Союз так и не получил Немцы заверили, что все пленки были засвечены Выходит, что немцы уже тогда искали в Кольских фьордах следы древней Гипербореи И планировали использовать для дальнейших поисков свой подводный флот Были найдены места для секретного базирования Крикс-Марин, германского подводного флота Таким образом, они с 1931 по 1941 год на территории Советской Арктики заложили около 24 секретных баз База – это широкое название, можно назвать эти места тайными пунктами базирования, скрытными Во время войны солдаты Третьего рейха отчаянно отбивались на севере Карелии от наступающих частей Красной Армии Им было что скрывать Финских войск в этом месте не было с 1942 года Но на спокойный Карельский фронт были отправлены отборные части вермахта Какие секреты хранили немцы в непроходимых лесах и болотах Северной Карелии? Немцы искали северный пароход вглубь, во внутреннюю полость нашей земли На юге они нашли с помощью тибетских монахов Они знали, что есть еще вход во внутреннюю полость на севере Но не имели там карт Нашли гитлеровцы тайное подземелье или нет? Ответ на этот вопрос засекречен в архивах спецслужб Однако во время войны они испытывали здесь летающие тарелки А чертежи делали шаманы, которые имели особые знания и были посвящены свыше По всему миру работали археологические и биолокационные экспедиции Велись разработки в области геомантики, изучавшие земные и космические энергии и ритмы Готовились специалисты-эзотерики по поискам воды, сокровищ и пещер на любой глубине Главная секретная программа Третьего Рейха получила название Кенигсберг-13 Эта программа была чисто морской, разведывательной Многие исследователи ошибаются, что эта программа занималась только изучением артефактов, магией и чисто эзотерикой Нет, это была программа, которая управляла агентурой глубокого залегания Передачей команд на расстоянии, ориентировки агентов И достижение поставленных задач на любом расстоянии, в любой точке планеты, не используя радиосвязь Перед созданным подразделением ставились две задачи Первая – изучение древних метафизических дисциплин, астрологии, магии, гипноза, различных культов Вторая – разработка мистического чуда-оружия Для его изобретения должны быть использованы полученные эзотерические знания Основная функция поисковая состояла в поиске редкоземельных металлов Урана, золота, минералов, самоцветных камней И работа с порталами, то есть с иными параллельными мирами Некоторые исследователи уверены, доказательств успешного контакта секретных немецких лабораторий с параллельными мирами и не требуется Иначе как объяснить появление дисколетов, баллистических ракет и иных подчас необъяснимых для того времени изобретений? На Кенигсберг-13 были практически сориентированы все авангардные разработки германские в области научных исследований Это ФАУ, программа ФАУ, программа реактивного самолета, программа НЛО, скажем, летающих тарелочек Известно, что ученые Третьего Рейха трудились над созданием машины времени Которая позволяла бы проникнуть вглубь истории и получать знания древних высоких цивилизаций По легенде, про цивилизации умели строить огромные морские суда и воздушные корабли, движимые неведомой силой В архивах Вермахта обнаружены схемы для создания неких техномагических аппаратов Известно, что первый летающий диск начал разрабатываться инженерами на базе Туле еще в 1921 году А в 1934-м для создания этих аппаратов был приглашен немецкий ученый Виктор Шаубергер Особенно перед началом войны в Германии, так же, как и в любой другой стране Есть инженеры, как говорится, честные, есть инженеры не очень честные И вот они стали Гитлеру предлагать, ну не только Гитлеру, там командование целое Разные варианты, в том числе, вот я говорю, Фау-1, Фау-2, там, Фау-3, 4, там, торпеды, там, воздушные торпеды А чего только там не было, вот, Фау-7, это вот дисколеты, подобие этого диска Первый экспериментальный дисколет был изготовлен в 1943 году Однако первый полет и стал последним При посадке аппарат взорвался, но на этом работа не остановилась Инженеры вермахта смогли не только поднять тарелку в воздух, но и переместить ее на значительное расстояние Сегодня достоверно известно, что Германия вела активные разработки по созданию дискообразных летательных аппаратов Использующих нетрадиционные способы создания подъемной силы Над проектами работали сразу несколько конструкторов Чтобы никто не догадался об истинном предназначении деталей, их изготовлением занимались разные заводы Но таких вот баснословных параметров, которые Гитлеру обещали некоторые, что со сверхзвуковой скоростью она полетит кверху Со сверхзвуковой скоростью преодолеет большие расстояния, этого, конечно, ничего не было После поражения Германии чертежи проектов найдены не были Сохранились лишь фотографии диска с кабиной Если бы не свастика, аппарат мог бы сойти за НЛО Такова официальная версия Сохранились чертежи, действительно обнаружены там различные чертежи различных аппаратов И таких, и разных, и каплевидных, и дисковидных, и всяких там цилиндрических В общем, они разрабатывали, у них динамика была очень хорошо развита в Германии Тем более в период войны аэродинамики были вообще элиты общества Они действительно очень хорошо вперед вырвались впереди планеты всей По разработке различных аппаратов Но есть вещи, которые были нерешаемы на том технологическом уровне Еще одна секретная немецкая разработка То самое оружие возмездия, о котором грезил рейхсфюрер и глава Анненербе Генрих Гиблер Военное применение проекта ФАУ началось в 1944 году Ракетным ударом ФАУ-2 неоднократно подвергались Лондон и Антверпен Гиммлер, который в общем-то в этом смысле полностью разделял убеждения Гитлера Гиммлеру нравились вот эта мощь ракет баллистических Ему нравилась сама концепция оружия возмездия То есть оружие неотвратимого, которое вот в этом что-то такое слышалось Видимо Гиммлеру из мифологии древней, что-то вот такое могущественное, как воля богов Которые неотвратимо настигают предателей, варваров И соответственно он всячески продвигал направление баллистических ракет ФАУ-2 А вот с каким оружием столкнулись союзники в 1944 году неизвестно до сих пор Ясно лишь одно, современное человечество такое вооружение еще не изобрело По американским и английским источникам 415-я эскадрилья американской блокировочной авиации столкнулась с фуфайтерами То есть с плазменным оружием И Третий Рейх мог бы сжечь эти самолеты Но Гитлер вызвал к себе Геринга и сказал Прекратить применять это оружие Мы не должны показывать мировой общественности, чем мы владеем Это пока на сегодняшний день как бы наша тайна Неразгаданной тайной Третьего Рейха исследователи считают и так называемую программу последних убежищ Иначе новую швабию Проект разрабатывался специалистами того же Кенигсберга-13 Состоялся приказ Гитлера от января 40-го года о том Чтобы комплектовать команды для освоения огромного пространства подо льдами Антарктиды И были составлены карты Было определено пространство для Германии, Новая Швабия Со столицы Новый Берлин Был создан спецконвой фюрера Огромный лайнер под названием Ну и Швабеланд Новая Швабия Вся обследованная территория получила название Новая Швабия И была объявлена частью Рейха Существует гипотеза, что в конце 30-х годов нацисты возвели в Антарктиде несколько секретных поселений Сотрудничество продолжалось И самое главное, что в 1939 году мы получили от Аненербе Это то, что внутри полости Земли существует жизнь Жизнь, существует другая цивилизация И немцы уже вот в 1939 году, в 1940 активно стали активно исследовать внутриземное пространство в районе Антарктиды Немецкие эксперты активно разрабатывали теорию полой Земли Именно в Антарктиде должны были находиться подземные полости с теплым воздухом А значит, немецкие подводники сумели отыскать такие пещеры, которые они назвали Раем Там в 1940 году будто бы и началось строительство немецких баз Или все же Аненербе удалось отыскать в Антарктиде древнюю Гиперборею А земные полости оказались входом в другое измерение Вот истинные причины и Второй мировой, и всех предыдущих крупных баталий Это доступ к информационному порталу Это доступ, который позволит стать действительно на прорывном направлении Поэтому всякие нанотехнологии, это все детали, это цветочки, это развитие темы Нужно получить поток информационного поля Вселенной И тогда будет прорыв Кто первый его получит, тот и первым окажется на финише развития Уже спустя два года после строительства подземных баз В Новую Швабию начали переселять будущих жителей В первую очередь ученых и специалистов Аненербе А еще полноценных арийцев Естественно, из числа высокопоставленных чинов нацистской партии Но куда в таком случае делись все эти люди? Я думаю, что у Гитлера не было никаких баз в Антарктиде И вот мое такое убеждение, туда далеко добираться И что там они могли сделать? Я знаю, почему они интересуются Антарктиды Был такой ученый, Гербигер, слышали о нем, да? Любимый ученый Гитлера Который развивал невероятную космологию Согласно которой мы живем не на поверхности из днемного жара А на его внутренней оболочке И там вот роль Арктиды и Антарктиды была какая-то особая Это мир перевернутый, мир невероятно фантастический Однако целый ряд документов подтверждает Почти пять лет немцы втайне создавали в Антарктиде Секретную базу под кодовым названием База-211 По свидетельствам очевидцев Раз в три месяца исследовательское судно Швабия Отбывало от берегов Германии в сторону Южного полюса Оно везло горное оборудование Рельсы для железных дорог и вагонетки А что или кого перевозили подводные лодки немецкой Крикс-Марин До сих пор неизвестно В ноябре 1945 года Три наших лучших, лучшего класса подводные лодки Все же пошли по маршруту немецких подводных лодок Мы туда пошли Ну как бы с единственной цели Единственной целью Разведать Разведать вот эти маршруты Куда ходили немцы И определить находится ли господин Адольф Гитлер там или нет Сенсационная информация о том, что Гитлер не погиб А скрылся в Антарктиде Появилась в американских газетах в 1954 году Но еще за 9 лет до этого поисками фюрера Занялись военные разведки, держав победителей Однако достичь ледяного континента не удалось ни одной экспедиции В том числе и советской Крейсерская лодка прежде всего была атакована непонятными техническими средствами Средствами, которые под водой действовали совершенно не так, как действуют те же подводные аппараты, подводные лодки Они перемещались примерно в 3-6 раз быстрее в подводном положении, чем наши подводные лодки И любые, собственно говоря, тогда лодки в надводном положении Они резко меняли маневр И мы вынуждены были вот эту операцию прекратить Аналогичную попытку предприняли суда военно-морского флота США Операцию «Военный прыжок» замаскировали под научную экспедицию В которой участвовали авианосец, 13 военных кораблей и 25 самолетов Подробности операции стали известны год спустя Американцы потеряли несколько самолетов и корабль Но самыми шокирующими оказались рассказы о выныривающих из-под воды летающих тарелках И таинственных атмосферных явлениях, которые сводили с ума даже бывалых военных И они не могли тоже понять, кто их атакует Кто их не пускает в предполагаемую базу военно-морских сил Германии А там действительно и вокруг Антарктиды были огромные немецкие поселения И были секретные базы на поверхности Мирового океана размещены Американская экспедиция была поспешно завершена в середине марта 1947 года А уже с середины мая в небе над США стали появляться летающие тарелки Считается, что немецкая база в Антарктиде сохранилась до сих пор В районе Южного полюса постоянно наблюдаются НЛО Часто видят зависшие в воздухе тарелки и сигары А в 1976 году японские исследователи с помощью новейшей аппаратуры Засекли одновременно 19 круглых объектов Которые из космоса спустились на Антарктиду и пропали с экранов Как считают исследователи, подземный город Новый Берлин Насчитывает 2 миллиона жителей Они занимаются генной инженерией и летают в космос Ни доказать, ни опровергнуть эту теорию никто до сих пор не сумел На сегодняшний день вы, если посмотрите на карту Антарктиды То увидите, что 45 постоянно действующих станций Под различными флагами функционируют на этой территории Россия активизировала свою работу в ближайшее время в Антарктиде И были расконсервированы ряд наших научно-исследовательских станций Которые все находятся именно в этих точках Где имеются порталы входов в эти три секретные базы Может быть на самом деле время от времени нас посещают немцы? Ведь впервые летающая тарелка была замечена именно над Антарктидой Сегодня летающие тарелки это зафиксированный факт Но, во-первых, противодействовать не можем Не хватает знаний И, во-вторых, мы все же гадаем И размышляем о том, что это прилетели с каких-то там других планет Нет, это наши земные разработки Но только на основе древних знаний, древней мудрости Но летают ли тарелки в космос? Могут ли немцы быть связаны с инопланетянами? Да, так утверждают контактеры Считается, что первый контакт с цивилизацией из созвездия Плея Произошел еще до Второй мировой войны Именно этот факт, а не тибетские экспедиции и гиперборейские находки Повлияли на научно-технические разработки Третьего рейха До самого конца войны нацистские вожди надеялись на инопланетную помощь Но так ее и не получили Но почему же никто не может отыскать НЛО в самой Антарктиде Усеянной научными базами десятков стран? По словам очевидцев, эти объекты появляются в пространстве внезапно, как будто ниоткуда И также исчезают, не оставляя никаких следов Не исключено, что тарелка приходит в наш трехмерный слой пространства Из другого параллельного слоя пространства Как раз через тот таинственный портал, который и искал Третий рейх Первые диски у них могли перемещаться со скоростью 6000 км в час С одного полица на другой То сегодня это другие скорости и работа в других средах То есть они могут спокойно ходить по коридорам, как подводная лодка Только со скоростью звука под водой То есть техника ушла намного вперед Эти технологии, они тяжело для нас воспринимаются, так как мы не можем в это поверить В секретных архивных документах есть сообщение, что в 1938 году немецкие подводники отыскали под толщей льдов подземные полости А в них горы и континенты, океаны пресной воды и даже внутреннее солнце, вокруг которого вращается земля Проход к этим территориям возможен на подводных лодках в результате специальных маневров А значит немцам все же удалось отыскать вход в параллельные игры Вальтер Шелленберг дал показания, что подземная ставка Гитлера Он встречался с некими мохнатыми, человекообразными существами Это материалы протоколов допроса Трехметровыми Это что? Можно ли верить Вальтеру Шелленберг? Можно ли верить протоколам допроса начальника разведки Третьего Рейха? Я думаю, да По сведениям нацистов, Гитлер умер в Антарктиде в 1971 году Некоторые исследователи полагают, что фюрер нашел последнее пристанище в Шамбале, которую он искал почти 15 лет Материалы этих экспедиций не рассекречены до сих пор Знаете, Гитлер был на Кайласе три раза в Тибете Хотя мало кто об этом знает А вернее, даже, может быть, и никто и не знает Более того, он после войны там был И тело его находится до сих пор в Тибете Однако, велика вероятность, что Гитлер исчез в одном из параллельных миров Которые немцы все же отыскали в Антарктиде Редактор субтитров А.Семкин